каким-то образом стало известно что готовится чуть ли не беседа со мной по скайпу и он что сказал чтобы этой беседы не было не было а и узнал что священники некоторые собираются сюда приехать опыта поднабраться он сразу объявил им если кто поэт к игнатию пусть совсем домой не возвращаются домой не возвращаются он их скинул ко мне сюда я на пони быть не может и так и есть я говоря как этот миссионерский то отделу как сейчас там не степаненко там другой я говорю вы не понимаете что это означает я один он митрополит а я щтец это даже и фрейтора нету у вас высшее образование у меня никакого нету совершенно вы академии кончали там семинарии вообще сравнивают митрополиты во сколько священников то и с одним с букашкой с блошкой под страхом смерти то есть они ко мне приедут какую-то бациллу подцепят вернуться и других они заразят я говорю так вас понимать надо то что если приедут не возвращайтесь вот и меня один батюшка и говорит это надо же такая ненависть так вам так это вообще необъяснимо и если так все это рассуждать тогда тогда вообще патриархии ничего нет кроме злобы то пусть бы хоть как-то один раз объяснили какая злоба то а вы неодобрительно отзываетесь ну а чем я не так а патриархии это все вся моя вина это все пророки виноваты они неодобрительно отзывались о царях о всем политическом курсе израиля вы скажите несправедливо вопреки слова божия вопрос а то неодобрительно да вы что божество какое-то или что такого о себе мнения то за да за вами такое за всеми счастится то миллионы погубленных душ а не одна душа куда весь заблудили народ то знаете как можно сказать можно сказать что вы не оправдываете злодеящее то есть вы не творите подобное им как ты думаешь а чего это они так лютуются и не знают объяснование и главное я бы если он приехал сюда я бы его принял накормил росислава могу побеседовать они даже эта мысль что я говорю считает хули а то ты с кем разговариваешь это митрополит какого высокого мнения то себе это ужас один а других обвиняет кого-то в гордости я я говорю а ну-ка просчитайте господи владыка живота моего один священник считает господи владыка живота моего дух праздности и ныне любосъезжание празднословие я говорю а дальше а дальше уже другая просьба я говорю не дальше там было сребролюбие последнее как тогда так у старобрядцев все это сохранило до никоновской вариации они погибли в сребролюбии и они взяли это слово выкинули потом бог их не избавляет господи владыка живота моего дух праздности и уныния любосъезжание празднословие сребролюбие не дашьми зачем вы выбросили это слово сребролюбие это слишком обличает или на фоне нашей нищеты она вообще в глаза выедает это на полном серьезе все а какая моя вина если вы лежите не встаете обвинения то никакого открытия не дают им никуда уже не уйти начинает работать господь начинает работать вы посмотрите люди уже сами открывают открывают истину уже нельзя молчать уже подошли времена уже были в мире последние времена молчать уже никак нельзя нужно открывать правду да удивительное дело бог открывает есть возможность узнать встретиться побеседовать ни на какие не идут я говорю вы мне на один вопрос ответьте первая глава евангелия тиана пришел к своим и свои его не приняли это первая часть почему они его не приняли ну потому что ненавидели не поэтому они не могли его ненавидеть если бы он был такой каким они его ждали они учили ждали его тысячи лет не сотни и они рисовали какой он будет они его видели они его буквально лелеяли гладили а когда пришел христос он совсем не такой он не сходится он не на белом коне на осле и поэтому они его не приняли они его не узнали не узнали и они говорили это обманщик это мы знаем а золотой узгод они постоянно говорили то знаем то не знаем откуда придет из Ефлеема а этот откуда а этот из Назарета они не знали что на Ефлееме-то родился они не смотрели его метрики это было лукавство и сегодня я говорю вы православная вера не знаете ни митрополит и ни патриарх Ух, да он, а патриарх. Да что вы трясетесь-то, патриарх, патриарх. Такой же человек, это вы испарились с этими словами-то. Это недавно я рассказ прочитал такой, Иван Грозный заболел. Ну, врач осмотрел его, все, прощупал, все, запор, запор. Ну, спрашивает, а что делать? Говорит, клизму ставить. Кому? Помазание кубожию? Они его сразу казнили, помазание кубожию, и клизму ставить нельзя. Ну, ладно, давай искать немца какого-то. Говорят, немец очень грамотный, там, набрался ума разума. Притащили его, тут осмотрел со всех сторон его, прощупал живот. Вот, говорит, выход один, клизму надо ставить. Они его туда же. Ой-ой-ой, нашли третьего где-то на болоте, борода зеленая. Все какие-то травы знает, поймали его. Разыскали, притащили. Осмотрел, прощупал и говорит, клизму ставить надо. Да ты думай, что ты говоришь, а? Это помазание кубожий. Так, а я, говорит, не сказал, кому ставить. Да кому? Народу. Ну, у нас, говорит, так, когда перестройка не идет, запор с какими-то проектами, у нас, говорит, флизму народу и ставят с тех пор. Вообще здорово. Сейчас поставили фотографию одну. Как фотография, прям в интернете. Стоит Янукович, штаны спущенные, а рядом со всей силой разбахивается, и Путин его бьет по заднице, а задница красная. Ну, прям фотография-то, голову-то вставленная. И написано, эх ты, Витя, Украину-то прострал, говорит. Ой-ой-ой. Это критикует нашего президента. Да как они посмели помазанника божия трогать? Так и здесь. Митрополита не трожь епископа. Ну, если вы не правы, народ не учит. Народ-то не знает. И батюшка мне сегодня тоже один рассказывает. Семинария. И мне пришлось, говорит, разговаривать с ними, с семинаристами-то. Ну, они все грамотные. Я называю их, я говорю, Библии-то держите в руках-то. Я буду говорить, а вы открываете. Они не знают, где открыть. Он их поймал. Они не знают, где еще есть. А главное все, святые отцы. А святые отцы только одно знают. Стижи дух мирен, вокруг тебя спасутся тысячи. Больше ничего не знают. Я, говорит, называю святых отцов, они ничего не могут сказать. Ой-ой-ой. Пропали. Галатик, посмотрите, как с каждым днем сейчас Господь выводит Россию. Выводит, как говорится, ее под звание империи. В высшей империи в мире. Вот. Такая империя не должна быть испорчена ничем. В первую очередь надо церковь сейчас зачищать, чтобы наша империя засияла. Да. Господь будет чистить церковь. Там Виктор работает. Я не трогаю. Я не задеваю. Сейчас сдвинуть маленько. Да. Виктор работает. Я его не задеваю. Ну-ну-ну. Он избил в кучу, чтобы... Господь будет чистить церковь. Они чувствуют. Все грязные чувствуют это. Очень сильно это чувствуют. Они держатся сейчас за... Как вы сейчас сказали, за свои красные места держатся. Так не может продолжаться все время. Не может. Материал-то давал. Там я ответ давал. Я скопировал в своей книге. О том, как говорят святые. Посылает Господь в начале для вразумления небольшие казни. Это мятежи и прочее. А когда не понимают. Это холера, болезни. Тогда посылает большее пленение. Нашествие иноплеменных. О чем Волошин пишет. Приди, Монгол. Приди, Китай. Вот они и придут. Так что Украина это комар. Когда пойдет Китай. Вот тут переворачиваться придется. Поэтому сегодняшними днями вот этой возможностью общения, проповеди, молитвы надо бесценно дорожить. Прославляя Бога. Я вот завалил такой вопрос, который мы поднимали с отцом Сергеем. Вот о проповеди вообще у нас в России. Кто у нас проповедует вообще? Кто у нас еще проповедует? Ну, мы не знаем всех, но проповедуют. Сказать, что не проповедует, этого нельзя. Проповедуют. Но другой раз так проповедует, я слышал, думаешь, лучше бы молчали. Я как-то беседовал с Александром Менем. Этот убитый батюшка-то. Я говорю, дали бы нашим батюшкам выступить где-то в диспутах. Он говорит, ой-ой-ой. Такого петуха дали, говорит. Хорошо, что не дают. Но диспут это не проповедь. Проповедь он может написать, по бумажке просчитать. Или взять проповедь Иоанна Златоуста, там Василия Великого. Это пойдет. Но диспут... Я сейчас один материал выставил, как я беседовал с баптистами. Они говорят, Бог не требует служения рук человеческих, чтобы они крестились-то. Я на форум выставил, на форуме, посмотрите, конкретно указы, адрес, дом, где была беседа. И как? Сто процентов баптистов по этому вопросу все соглашаются. Они ошибались. Ошибались. И после... Это у меня из прошлого времени еще написано. Надо работать. И не ставить задачу кого-то побеждать. А молодые выходят беседовать. Задача сразить сектанта, победить его. И в одной беседе у меня ни разу такой замысел не вставал. Моя задача была осветить то знание, которое Бог дал церкви через святых отцов, сделать доступным для тех, которые еще не в церкви. Так а вы их не убеждаете, что к нам переходили? Да оборони Бог. Куда звать-то? В какую яму? В уме или нет? Куда бы я звал-то? У нас запрещено звать в нашу общину. Запрещено это, чтобы приходи к нам или приди к нам. К нам просятся, тогда мы узнаем, сходим на дом, на работу, какой человек, и один раз разрешим прийти. Это вообще невероятно. Ну а понравится, тогда будет ходить. Так и здесь. Куда звать-то? Про карикатурное сборище. Надо маленько на себя критически посмотреть, говорит Солженица, да по хребту-то маленько проскреси раза два. Ну а если сейчас священники будут поразиться к вам, взять у вас вот такие вот, как говорится, уроки, проповеди, вы будете принимать к себе? Это священники будут говорить? Если священники будут проситься у вас, чтобы вы дали уроки проповедей? Да я с удовольствием. Притом у меня секретов никогда не было. Ко мне на занятия приходили священники. Я когда-то много ездил, потому что мы работали в мостопоезде, и бесплатный был билет. Я кому рассказываю, а не диву даются. Я приезжаю в Москву, но у нас было где остановиться. И ночью тайно приходят три епископа. И приходили-то не учить, а учиться. Это не сегодня. Это лет 25 назад, 30. А почему? Поделиться, услышать. Какое мнение по такому-такому вопросу? Вот сегодня мне заходит один развод у него с женой, а жена дочь священника. Квартира куплена родными, и она не разводится, а просто поделить квартиру пополам решил. Он, что мне делать? Я говорю, я вашу судьбу не знаю, а вы пойдите к священнику там рядом. Я всех посылаю к священникам. Нет, меня интересует, что говорит Библия про это. Ну, Библия два места говорит. Требует верхнюю рубашку, а дай нижнюю. И что идти и судиться к внешним? К Каринфе там Павел пишет. Не лучше ли остаться обиженным? Он сразу в ответ. Благодарю, понял. Вот и все. Тебя интересует то, как думает Бог. Вот ты узнал теперь. А теперь ищи совет у людей или у Бога. Вот, допустим, сейчас обдумали, как этот Майдан, Украина, что за кем, потом снайперы будут стрелять, тех и других отстреливать, начнется дальше вражда в Крыму. У них уже свой сценарий. Они проигрывают, ну, я не знаю, сколько, но как вот в интернете есть, это не один вариант. Если события будут так развиваться, а если вот так, тогда громить надо, бросать зажигательную смесь, коктейли эти. А они не берут только один во внимание. Потому что все, что они не делают, это не от Бога. А от Бога один вариант. А они его во внимание не берут. А это как раз единственный, триумфальный. Поступая вот так, мы как раз и победим. Первое. Признание себя недостойным. И вот то, что сейчас есть, виновен я. Я. Я должен быть на коленях. Это моя вина. Ян Златоуз говорит, ты возвращаешься домой. Ну, допустим, по сегодняшнему я переворачиваю, говорю, получка у тебя, ты получил деньги. Накупил всяких подарков. Жене пуховой платок. Ну, ты ее любишь. Открываешь дверь, и она как мегера на тебя кидается и всячески поносит тебя. Он говорит, да ты в уме, Наташа, я тебя люблю, то, другое. Да я узнала, где ты ходишь, да ты. Да не было этого. Ей разницы нет. А Златоуз говорит, а ты начни себя исследовать. Не было ли у тебя в жизни такого, что ты кому-то обещал, обесчестил и бросил. А теперь твоя жена, ничего не зная про твое прошлое, что было до бракосочетания, она как скальпель в руке Божией, она вращует тебя, она влечет тебя к покаянию. Вот как надо рассуждать. Дело-то не в Майдане. Этот Майдан пришел, когда мы уже десятки раз его призвали делами своими. Где мы обманывали, где брали незаработанное. Вся эта олигархическая плесень, как пишет Солженицын, пузатая сволочь. Колхозная, председатели колхозов. Вот откуда надо рассматривать-то. Оттуда. Вот тогда мы это поймем. Вина не сегодняшнего дня. Люди, ничего не зная, судят. А он ни в чем не повинен. Вот застрелили там на Майдане, стреляли и погибли люди, ни в чем не повинны. Да он только назад кидал бутылки зажигателя смеси-то. Чего, забывая, забыли или как? А тот человек лежит весь обожженный. Если не сегодня, вчера, не вчера, год назад, у Бога все вымерено. А если не было? Не было он мученик за Христа. Он пришел проповедовать, а его убили. Так они пришли-то не проповедовать, а сразить, сбить, убить, перекрещать. Флагами машут, тряпками этими. Вот как дело обстоит. Есть пророчество. У меня есть десятки лет назад ставится один пророк какой-то. Говорил, и сбывается все дословно. Все сбывается. И вот вчера зачитывал еще раз. Америка, как у него там, по его предсказаниям, вот это вот ощущается кризис в Америке, падение доллара, вот этих бирж, все будут рушиться. Вы слышали, что Китай полностью отказался от доллара и не переходит в юань, выпускает скоро у нас. Юань будет ходить вместо доллара. Америка рушится. Это Ливия делала. Это хорошо об этом Стерников Герман рассуждал. Да так. Но за этим, за всем, что погоду дает, это наша жизнь. Это самое главное. Все остальные события наслаиваются, выстраиваются или человеком, или под опуску Божию, что от него назначено. Вот Господь как бы говорил, вот этот план сбудется, а вот этот не сбудется, а только и всего. И все для того, чтобы нас вразумить. Привести к покаянию. Он говорит, вообще, то есть напрасно истощал силы мои. Я бил, я кипятил этот котел, переварил все кости, Юремия, говорится. А вы не поняли этого. Никакого покаяния, вы посмотрите. Там вот на Майдан вышли священники, и то они в безумии в каком-то вот за этих, за самых фашистов за этих они выступили, понимаете. Вышли несколько священников, и те были за фашистов. А так никаких священников ни слова бомб ни разу там не произнес. Никакого покаяния, ничего там. Мне сегодня и говорят, сейчас делается разбор, кто приходил на Майдан, кто помогал одержать победу. Были все сектанты, а Украина это как отстойная яма. Для всех ереси, сектантов, какие только есть. Притом центры у них там. Были патриархийные, которые там, Денисенко, но не было московской патриархии. И поэтому сегодня ей там места не будет в Западной Украине. Это мне говорят, ну бог это знает. Они не были. И они виноваты. Выходит, те были, помогали как-то? Как было? Да никак. А мне рассуждать об этом не надо. Мне должно быть жалко тех и других. Но я знаю, что Еремия 48.10 написано, проклят, что меч Господень удерживает от крови. Мы просим, да будет воля твоя. Все. Вся молитва в этом заключается. И что бы ни было, сегодня будет сейчас выбор, они будут взрывать там. Мы должны Бога благодарить. Они, может быть, между собой за кулисы договорились, скажут, ты нам не мешай Ливию, мы там разграбим. А это уже вперед заначено. Мы будем тут пугать, корабль подойдет, люди будут думать, что на полном серьезе, к нам будут приезжать. И все. Тебе сказали потопить курс потопленный. То есть мы все сделаем. Ты не уступай, когда захватят дети, пусть все погибают. Я все так делаю, это кто-нибудь так, я предполагаю. А поэтому ты, когда начнешь, мы тебя тоже трогать не будем. А так дальше видно будет. Они все рассчитывают вперед. А люди думают, ой, как удержалось, как поступил правильно. Да это у них уже разнаряжено. Это пишет Мельгунов, это историк. Когда революция-то была, перед революцией, после февральской-то выступали. Вот выступают один, другая партия, там, РСДРП, там, друг против друга, прям готовы убить на кафедре-то. Я говорю, надо же, как они верят. А потом гляжу, говорят, они в буфете. Сидят вместе, пьют, хохочут друг друга, по плечам хлопают. То есть это все для народа. Кличко, может быть, на полном серьезе. Ну, что там, все время боксер били по голове. Но не могло быть без повреждения, когда чемпион мира. И он же тоже, наверное, не мальчики какие-то гладили по голове. Он, наверное, положение не может отходить. Это все для народа. Я с людьми общаюсь. У меня есть люди на Западной Украине. Вы себе даже представить не можете, как их настраивают против нас. Они уже братья мои, понимаете? Они мне родственники. Они уже ненавидят меня, вы представляете? Они меня ненавидят за то, что я русский. Ну, даже пусть так. Это ладно. Мы верующие. У нас другое. Мы достойны того. Они их настраивают так. Они простые люди. Простые люди работали себе, занимались хозяйством. А их настроили так, что они нас ненавидят теперь. Понятно. Ну, мы в прошлом году, в 13-м, мы очень много ездили по Украине. Ну, не менее 20 городов, наверное, посетили. Полностью прошли весь Крым. Я скажу, для нас западная, восточная никакой роли не играла. Нас везде принимали. Мы как самые родные были. Мы едем, они нам гривны в карманы суют. Подъезжаем в храм. Уже люди собрались, там с колокольни смотрят. Заходим, батюшки стоят. Уже только говорит слово. Видишь как? Бог. А на уровне просто обыкновенного человека, его легко натравить. Вот я сейчас приехал, допустим. Они скажут, это Москаль. Я промолчу. Я приехал в западную Украину, во Львов, там где-то, Чернобсы, что там есть. И они... Ну, я буду говорить-то с ними. Я понимаю, температура будет другая. Это Бог делает. А на тех, которые здесь прокоммунистические, восточные, сегодня пропитаны памятниками Ленина. Этого мерзавцу не могут убрать памятники. Оно им как раз для вразумления. Как раз. Но мы попали в общий поток, и на нас, и ты лежащий тоже виновен как бы. А ты благодари Бога. Это по-другому не может быть. Это люди мира всего. Если бы мы говорили по-мирски, мир бы любил свое, Христос сказал. А так как я вас не брал, потому мир вас возненавидел. Мы это все легко повернем на рельсы христианства. Надо учиться прятаться за Христа. Он солженицы на себе пишет, когда его допрашивали, ему уже ветра в кличку дали. И вдруг он говорит следую. Отказаться нельзя. Я сказал, я не могу. Почему? Я христианин. Христианин? Да как же, ты же капитан Советской Армии. Я уверовала здесь. Я, говорит, впервые спрятался за Христа. Он походил, походил, и все. На этом конец. Они меня ненавидят. И несправедливо. И, говорит, возненавидели меня напрасно. Вот это написано. Ой, Господи, неужели у меня тоже получилось так, что возненапрасно? А то уже совсем близко к Господу. А там, может быть, и Голгофа будет. Ты вот свою Голгофу проходишь. У тебя своя Голгофа, у меня своя. Благословен грядущего имя Господня, Царь Израилев. Так вот. Слава Христу. Слава, Аллилуйя. Я вот сегодня выставил этот материал. Я не знаю, ведь это ушел? Как ты думаешь? А? Нет. Походу не знаешь, да? Вот я тут сейчас покажу, какое здесь кошажи. Это Януковичи хороший выставил. Вот. Кошажные аквардиеты, Лейна. Вопросы. Где-то я сегодня этот просектант что-то выставлял-то. Так, что такое? Где-то не звери, вопросы, крещение. Ну, тут в первых я выставил. Когда-то раньше я беседовал. О, где она у меня тут? Куда делась-то? Вот. Ну, я не знаю. Может быть, когда-то пойдете туда, я вам или поставлю, как. Как беседовать приходится с сектантами. Это на первом месте любовь, конечно. Будут обвинения. Я вот немножко знался с Григорианой армянами. Я их считаю настоящей церковью. А мне говорят, а у них сегодня какое-то новое учение. Не монофилийство, не монофизитство. Там что-то еще такое, еретическое. Может быть, и так. Но они ничего мне не говорили. Я не армянин. Но я знаю, что у них настоящее от апостолов сохранилось рукоположение. Мы пришли в 989. Это уже тысячелетие. А они в 4 веке уже страна была христианская. Древняя цивилизация. И его биография Григория Армянский. Григорий. Он же святой, одинаковый. И родоначальник который, и наш. Одинаковый. Мы его признаем, но в наших святцах. Сколько он бедный претерпел. А наше недоразумение, глупости все. Он будет только думать, но неужели ни одного убога человека на земле не было, который подсказал бы мне. Не важно ты большой или маленький. Ты большой, значит ошибки тем более больше будут. Когда я в толпе стою, то не видно, какие на мне надеты башмаки. Но когда я поднятый выше всех на трибуне, то меня видно до последней заплатки. Так и человек, который говорит на народ, он должен проверять себя перед Богом. Потому что ответственность не за одного себя, а за всех, кто слушал, кто пошел. Вы в эфире посмотрите сейчас у них, как будто бы более противного для них, более неприемливого, чем, мне кажется, никого нет. Появляется массово и все потрясшие. И ни одного нет правильного. Нет, нет. Меня называют священником там. Да он говорит, священник, он растрига. Я никогда не был священником, и я не растрига. Я знал, что это может быть. Ну всякую мерзость, говорят. Почему? Я за это благодарю Бога, что обо мне они ничего не могут сказать. У меня нет ничего. Поэтому они придумывают. А раз придумывают, значит лгут. А лгут потому, что в действительности ничего нет. Мою наготу, мои грехи, Бог прикрыл лизой своей. И они меня не видят. Вот и все. Я знаю, как обойтись здесь. На любую ложь я нахожу благодарность Богу, что он меня скрыл. И поэтому они придумывают. Это у меня брат родной, отец Аким. И когда он был где-то сейчас, не знаю, в Тюкале или где-то. И вот там на них стали жаловаться. Поехали к архиерею. Уберите от нас этих батюшек. Почему? А вот мы купили вина много. Они его пьют, это вино. И это вот там коврор много. Кто-то их видел пьяными? Нет, не видели. Ну а куда они вино-то делаете? А дальше? Они, говорят, дрова заготовили. Они жгут. В комнате у них жарко. Они, говорят, с батюшкой другим выйдут. Говорят, во дворе в трусах ходят зимой. В трусах. А в комнате нафтоплено 50 градусов. Ну архиерей видит, что они глупости говорят. Он их прогнал. Они приехали, а ему, видимо, позвонил. Батюшка с ними встретился и говорит. Вот вы были к архиерею. Ну почему вы поехали-то ко мне и не зашли? Я бы вам о всех своих недостатках-то рассказал. Вы бы правду говорили-то. Я бы рассказал там то, другое, чего вы не знаете. Я бы перед вами... Ну вы меня не за то гоните-то. Но вы бы, по крайней мере, правду говорили. Вот до чего доходит. Эти-то они не ищут правды. Они бы ко мне пришли и сказали, было у тебя такое или не было. Но понятия не имею. Как бы это было? И вот там детский лагерь нападают. Выступал тут один до проповеди. Разве так говорят? А никто. Совершенно ничем. Я зарядил его в интернет, а его даже и нет нигде больше. Другой заходит, грубит. Не пойму, мужчина или женщина. Сейчас одна у меня тут есть. Разбираюсь. Такая дерзкая-дерзкая. То ли мальчишка какой, то ли что. Сегодня скажу, если еще выйдет. У тебя если есть друзья за это время, то больше, наверное, два месяца она так называется одним именем, то просись с ними, завтра Кришна, я тебя удалю отсюда. Она не видит, кто перед ней что. Просто дерзкая-дерзкая такая душа. Ну, я не знаю, мужчина, женщина или пацан какой. Ну, я терплю. Она пока церковь не трогает. То есть нападает только на меня. И Бога не трогает. И Библию как будто бы не трогает и поймёт. Ну, тут уже переходят все границы. Что вот, дескать, почему они не крестят полное погружение? А вот почему. У меня есть знакомый. Вернее, был. И вот этот батюшка рассказывает. Только не с ним было, а с другим. И он когда крестил трижды отца и сына, а когда Святого Духа, ребенок задохнулся и умер. Я говорю, будет врать-то. За две тысячи лет такого не было. Не самому погружаться, а погрузить. Это секунда одна. До ребенка, чтобы он задохнулся туда, ему надо несколько минут. Чего ты врешь-то? Я говорю, это могло быть. Как? Ну, как? Вниз головой его впустил, а сам пьяно упал. А утром, смотрите, плавает ребенок. Только так могло быть. Больше никак. Это с Майдана. Я говорю, вы оттуда-то говорите. А я архиерей про это узнал. И сделал указ такой, что больше не крестили с полным погружением. Я говорю, вот это и есть. Это и есть лошадь сатаны. Этого никогда не было. Ты хочешь узнать, иди к старообрядцам. Спроси. За тысячу, за две тысячи лет крестил кто-нибудь или нет без погружения. Не было этого. И они ни одного не покрестили. И никогда не покресят. Без полного погружения. Утопили. А как ты его утопишь? Ребенок вообще на поверхности плавает. А тут только окунул и вынул. Ломоносов Михаил Васильевич, он был лютеранин. И он, однако, говорил, что попы поступают неправильно. Крестят в ледяной воде. Лед. Лед плавает. Для того, чтобы сразу и похоронить. Чтобы ему было закрещение, за похороны. Нельзя воду греть там, придумывали где-то. И он это разбирает. С той стороны, чтобы русская нация была, говорится, сбережение народа. Такое слово есть. Поэтому, когда разговаривают, ты глядя, ты думаешь, а кто это такой? Что писание не имеет, страха Божия не имеет. И ему отвечать это унижение самого себя. Все-таки сколько у вас церквений. Я вот смотрю, я работаю, допустим, я не смог бы отвечать таким людям. Я с такими не общаюсь даже. А вы уже готовы деньги и все-таки переписываете с ними. Это другое дело. Вот сегодня мне сколько звонят, а дело необычное. И они меня сегодня с молитвой везде не выпускают. Я только успеваю отвечать. Подождите, становимся на молитву. Я ответ не могу дать, пока не помолился. А помолился, когда у меня мысль пришла на какое-то местописание. Я показал и сразу отсылаю их к батюшке. Иди к священнику. Что я не так сделал-то? Господь посылал, иди покажи священнику. Я говорю это не почему-то, а я внутренне чувствую, что это правильно по иерархии. А они лопают со злости. А кто тебя послал? Игнатий. Какой Игнатий? Говорит, у-у-у, веритик, ты да больше не разговаривай с ним. Так он меня, батюшка, к вам послал. Ну и хватит, это в этом он правильно взял. Но больше не ходи. Так я батюшка спрашивал, а куда деньги-то от десятины. Так он сказал, отдай где причащаешься. Ну я, батюшка, у вас буду причащаться, деньги возьми. Ну ты к Игнатию не ходи. Ну они вообще малые дети. Ну как я могу сердиться или что? Глупости. Такая коротенькая жизнь, и так ей играть. Нам Бог дает не по молитве нашей, а взирая на молитву по своему милосердию, по милости. А тебе Бог отвечает. Ну я может быть еще, знаете, я вот и сомневался бы, может быть, в вашем словам, если бы я лично бы все не испытал это на себе. Я же, мне же тоже, как говорится, в ваш адрес тоже священник пишут и стараются меня отвезти от вас. А я сразу им начинаю говорить, а что вы имеете против Лапкина? Начинаю какие-то аргументы приводить, понимаете? И они молча уходят. То есть они не находят, что ответить им. Я вот это лично сам на себе испытал. То есть сплошная ложь идет, одна ложь и все. Или ложь, или незнание. А вот он бы не знал, ему кто-то сказал, и он передает уже, понимаете? То есть ложь уже передается. Главное, тут был один молодой человек, и он на меня нападал. А он православие, он ни во что ставит. А он какого-то кирика нашел, там, где, там, старостильного-то. И только он один. Как у Сервига есть епископ, но никто его не знает, и я не скажу никому. Это такой же. Патриархии они не в грош не ставят. Но его, вот все еретики, которые со мной были, воевали там, не согласны. И они, патриарши всех еретиков, забирают к себе, и что они сказали, они на меня леют. Ну как? Ну тот же еретик сказал, ты же ему и не верить даже не должен-то. Не важно. Берет. И вот это стихотворение-то написал, что мажет теплым калом. У-у-у. Да святые разве могли сказать? У-у-у. Ой-ой. А вот это слово мажет теплым калом. Да ты все стихотворение-то прочитай. Я ему это ответил. А тебя что смущает слово кал? Ты не знаешь, что это такое? А как же Владимир Реченнин говорит? Интеллигенция русская-говно. Так и написано. Говно. Тебе что это? Не по мозгам? Сейчас выступает Жириновский и говорит, Майдан пахнет говном. И все это напечатано, все официально. И говорит, с трибуны ничего нет. Так я это слово-то не сказал. Я сказал то, что более приемлемо. А что у него? Да вы чего этого слова боитесь-то? А я скажу дерьмо. То как? А верующий может ли так сказать? Ну давай посмотрим. Считаем мы второе послание Петра, вторая глава, 22 стих. Как пес возвращается на свою блевотину. Вы считали это? Я мысленно с ними говорю, их нету здесь. Ну скажут, считали. Так давай, вот на столе, если на то машет человек блевотиной или теплым калом. Теплым, то есть только сейчас. Из-под себя берешь, ничего не имеет, ты на меня машешь мои труды, там все замазываешь калом. Что я сказал не так? Да кал, это из заднего отверстия идет. Это естественно, анальное. Это златоуз говорит. И он не боялся это сказать. Но он называется иногда испражнение. Еще изменилось. Описание говорит, пойдешь застан, возьми лопатку, дабы зарыть испражнение. А в другом месте говорит, пеки лепешки на человеческом кале. Ну а человек от лепешек-то запах идет. И он говорит, господи, никогда не чистого ничего нет. Это не чистое. Ну на корове им тогда разрешено было. Мы всегда пекли, коровики, зяки делают. Что я сказал не так-то? Так вот, Блевотина и кал, что лучше? А разве можно так рассуждать? Можно. Можно. Это слова говорят, как пес на Блевотину. Блевотина идет изо рта. Ты ее видишь. И противно, потому что ты перепил, отравился или что там. Но главное это от пенки. А когда идешь ты на двор, то отверстие, златоуз говорит, сделано сзади. Чтобы ты не видел, как из тебя выходит. Чтобы тебе не было противно. То есть это естественно. И чтобы нас не обращать, Господь сделал. А когда ты бьешь прямо перед самыми глазами. Все столы наполнены отвратительной Блевотиной. Чего вы боитесь-то? А если бы написал Мажер Блевотиной, вы бы не возмутились? Да вы вдумайтесь, смысл-то. Вам до этого сихотворения-то еще три жизни надо жить, чтобы узнать, что там написано. Я с одним общался, он говорит, я прочитал все труды. Латкин и читал книги, до сих пор читаю. А как только услышал, он про это стихотворение, так говорит, все, я переубедил меня это стихотворение, я теперь поменял отношение к нему. Еще раз прочитал. Книги, говорит, прочитал все о стихотворении. Да никогда его не прочитать. Это 3467 стихотворений. По 9 куплетов. Это полностью вся страница от низу до верха, это 4 тома по 800 страниц. Чтобы тебе понятно было, много это или мало, это Пушкин, Лермонтов, Некрасов и Блок. Вместе взято меньше. Знаете, вот ко мне уже на неделю на эти три человека обратились с просьбой, как приобрести книги. Надо где-то, я не знаю, надо реквизиты какие-то выставителей, возможность приобретения книг. Надо где-то поставить такую, сделать страницу, или я не знаю, как лучше сделать, чтобы люди уже могли непосредственно к вам обращаться и заказывать книги. У меня заказывают, вот сейчас сегодня только два заказа. Ну и многие знают, как заказать. Ну правильно один сегодня мне говорит. У меня денег нет, но я когда накоплю, да как них не будет, у меня не будет их. Я нынче еду, остается на следующий год, и остается только-только, чтобы для самых близких людей оставить. Всего в тысячу экземпляров. И ты учти, что у меня чуть не 90% уходит дарю только. Мне хоть маленько-то на дорогу надо взять. С чего-то. Я положил на это интеллекту своего на 50 лет работы. Просто дело в том, что люди узнают, и все больше желающих приобрести книги. Ну они спрашивают, я отвечаю всем, кто желает. А так объявлять где-то о книгах, я не знаю, как объявлять это. Нет, ну сказать, чтобы люди уже не обнадеживались, сказать, что ограничено уже книги-то. Очень ограничено. Поэтому люди, когда приходят, у меня для всех штамп есть. Порядок такой. Сначала я ему отвечаю. Посмотрите на сайт книги. Проверьте, то ли вам надо. А потом сделайте заказ, перевод денег, я вам тогда вышлю. Но только сначала узнайте, чтобы вы не роптали. Я понимаю, в книге, которую я взял, у которого работает, это вот Юрий Соболев. Действительно, она не работает. Он во всем. В прошлый раз с вами говорили, как я занимался переплетным делом, и сколько их переплетчиков взял. Он для меня это такое. Он везде, он везде это понимает. Это чудесно, это потрясающе. То есть он любовью своей движимой плывет. И что бы ни сказал, он во всем видит для себя наущение. Это я понимаю, человек плодотворный. Дерево, кустица. И плоды на том, как... Он помогает на поездку, помогает тоже. И я хочу спросить. Более ценный для людей сейчас трехтомник толкования на Святое Писание. А если вдруг найдутся вот такие жертвы, возможно, будет издать еще таких книг? Чтобы я написал? Нет, издать еще. Издать можно. Если бы деньги были, я бы издал. Но денег-то нет. И сегодня это страшно дорого. Дорого. Тысячу экземпляров. Если бы сразу набрали денег больше, я бы издал не тысячу, а допустим, три тысячи экземпляров. Это сразу издавать три книги. Это девять тысяч надо. Но деньги у кого были бы большие, он сразу бы дал деньги. Это можно было сделать и деньги, я сказать, контейнером и книги отправить. Я могу дать... Ну, у нас-то, видите, уже все налажено. Я в книгах и в конце пишу, что кто желает издать, мы разрешаем сдавать. Издавайте. Ну, если мне как автору кинете там экземпляров-то сто, это ладно было. Если меньше, если ничего, и тоже ладно. Это можно переиздать. Вот я переиздал, что Новый Завет, это две тысячи дополнительные, вот это, трехкрасные-то. Для Слова Божия нет уз, тысяча экземпляров. И к истинному православию было тысяча, потом издал на три тысячи. То есть мы уже кое-что переиздаем. Но я больше этого не буду делать. Я все делал сам. Это очень тяжело. Тяжело из-за денег. Ну, очень ценный вот этот трехтомник, очень ценный. Нужно постоянно найти такие вот источники, чтобы спонсировали. Постоянно нужно издавать эти книги, потому что эти книги очень полезные, очень ценные. Да. Если бы нашелся человек, который, у него есть деньги, настоящие деньги-то, не тысячи. Потому что, я скажу, что чтобы издать один тонн тысячу, это примерно требуется 400. Где-то так, 400 тысяч. А три тома 412, миллион двести. Это тысяча экземпляров. Но они будут дешевле, если было бы тираж большее число тысяч. Ну, это нашелся бы человек, какой-то бизнесмен или там предприниматель с большими деньгами. И трудился бы для души. Я все дам. И эти иллюстрации. Ну, короче говоря, все. Подготовить. Мы же делали с закладками. Вы видите, как все сделано, с какой любовью. Да, книги просто такие. И я вот смотрю на них, я прям, я же взять-то не могу в руки. А я любуюсь, они передо мной лежат, а я каждый день им не любуюсь. Только смотрю, а от них уже вот такое вот идет. Как бы сами книги. Одно то, что мне сообщили, что показывали библиотеку Путина, они стоят там. И у Медведева патриарха. И примерно там, я не знаю сколько, может быть, десятки архиереев, сотни священников. Это я все подарил. Подарок. Поэтому, если мне что-то дают, человек должен верить, что я никуда не дену ни копейки. Ни копейки. Ни одной. Это Бог возьмет для себя. Но если бы кто-то согласился, мне вот у меня уже полностью сверстаны четыре книги стихов, их нигде нет. Четыре тома. Это было бы очень необычно. Так, мы себе, да. По 160 страниц там цветных будет фотографий листов. О нашей мессионерской поездке. Уже все сверстано. Уже эти листы собраны. Нет только денег. Не по 750 лет, как эти книги, а по 800. И четыре тома стихов. Такого тоже никто не издавал. И при этом стихи на основе Библии все до одного. Вот и все. Для Бога, конечно, это не трудно. Но как Бог сделает, я не знаю. Я рад послужить. Уже все сделано. Это все остальное легче. Самая трудность была... Вот я сейчас считаю свои ответы, которые вы разбираете. Ответы. Вопросы-ответы. Маленько-то хватаете их. Вот это было самое трудное. Я сейчас считаю их, как первый раз вижу. Эти ответы, это вершина всего, что было. Знаешь, ну, это... Мне тоже надо сейчас Тамасу и Сергею позвонить. В общем, это по видео, что... Видео там посмотрите, я новое поставил. Вот еще что-то хотел сказать и забыл. Ладно, ну, если будет, тогда я вспомню, я напишу. А отец Сергеевич, а что, чтобы... Да нет, я буду звонить ему сейчас, а то он ждет меня. Ну, ладно. Все, оставайтесь с Богом. Да, с Богом. Ну, если кто-то пожелает где-то, как-то, что-то переиздать, скажите, я отдаю. Я отдаю. Отдаю все, что только можно. И фотографии перешлю, сделаем. И, ну, все сделаем. До Буховки все будет сделано. Советы дам какие, у меня опыт есть. Тем более на глазах эти книги. Если кто желает там побеседовать, чтобы так было, не пустословить. По Библии. Спорить я ни с кем не спорю. Никогда. Я возвестил истину, он не принял. Я помолился и отошел. Мне многие говорят, а почему не отвечаете? Ну, я дал. Я дал, а ты не принял. Ну, я еще могу сказать. Тебе не открыто и плач. Ну, все, с Богом, брат. Да, до встречи с Богом. Спаси Христос. У меня столько утешения. Он, Сергей, тот, Сергей. Волосец, тот, Сергей. Там еще один Дудин есть в Санкт-Петербурге. Слава, Христос.